Уважаемые гости, компания Кодерлен приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена высококвалифицированным сотрудникам и изменениям, которые произошли в законодательстве в 2024 году. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наш электронный адрес, телефоны, телеграм-контакты. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика ДНС Гардышева Галина. И если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения или вам не удалось досмотреть до конца, то вы можете обратиться на сайт, чтобы вы видите его адрес. Мы выкладываем записи вебинаров и, возможно, что-то еще вас заинтересует. Программа нашего сегодняшнего вебинара состоит вот из таких пунктов. То есть, соответственно, мы поговорим про изменения, которые произошли в 2023-2024 годах. То есть, какие ограничения у нас есть на данный момент в 2024 году. Документальное оформление, то есть, как оформляется работа с высококвалифицированными сотрудниками. Ну, соответственно, сроки пребывания на территории, дополнительные льготы. И поговорим про дополнительные сервисы и про отчеты, которые отражают начисления высококвалифицированным сотрудникам. Сначала немножко, так сказать, про историю балета. То есть, высококвалифицированными специалистами называются иностранцы, которые привлечены к трудовой деятельности. Соответственно, получают определенный уровень заработной платы. Во-первых, определенный уровень заработной платы. А во-вторых, даже не ограничений, а, собственно, оформление высококвалифицированных специалистов. Значительно проще, чем обычным иностранным гражданам. Здесь мы говорим именно о высококвалифицированных специалистах. На них не распространяется список должностей. И, собственно говоря, если все требования, которые предъявляются к этому сотруднику, исполнены, то он может пребывать в любом регионе Российской Федерации и не вставать на учет миграционной службы. То есть, на самом деле, работа с высококвалифицированными специалистами привлекательна и для работодателей, и для самих работников. Но надо помнить, что осуществить прием на работу иностранного специалиста с высокой квалификацией можно только при наличии разрешений. И у работодателя, и у работника. Но это не значит, что требуется квота. Для высококвалифицированных специалистов оформление квоты не требуется. То есть, здесь для нас важно оформление именно наличия трудового договора и, собственно говоря, либо правил трудового договора, либо гражданско-правового договора. И перед ездом на территорию Российской Федерации необходимо оформить разрешение на высококвалифицированных специалистов. Ну, соответственно, медицинский полис и договор с работодателем. Если с высококвалифицированным специалистом следуют члены его семьи, то на них оформляется дополнительный комплект документов. И, соответственно, вся необходимая документация оформляется в миграционной службе. Срок пребывания такого специалиста по разрешению может быть продлен. И, соответственно, будет продленный договор на новый срок. Но наравне с продлением срока есть возможность аннулирования разрешения на работу. То есть, более подконтрольные такие сотрудники. В 1С, в ERP мы с вами на примере ERP будем рассматривать. И наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. Мы будем нормативные материалы смотреть на слайдах. И будем переключаться вот таким образом на демобазу ERP. И уже на демобазе будем смотреть соответствующие разделы, соответствующие документы, которые нам необходимо будет оформить. Сейчас снова возвращаемся в наши слайды. Итак, поскольку, в общем-то, в 1С работа с высоко квалифицированными сотрудниками имеет место быть. И, соответственно, требуются некоторые особенности. Сейчас мы с ними разберемся. То есть, у нас в последних версиях были изменения. То есть, если раньше такой сотрудник имел статус иностранец, временно прибывающий на территорию РФ и не подлежащий страхованию, то есть как ВКС или в соответствии с международным договором, то теперь у нас поделили, сделали два статуса. То есть, первый иностранец, временно прибывающий на территории РФ и не подлежащий страхованию в связи с международным договором, и высококвалифицированный специалист или член его семьи, временно прибывающий на территории Российской Федерации и не подлежащий страхованию. То есть, второе определение – это и есть новый статус. Собственно говоря, все новшества, которые у нас коснулись высококвалифицированных специалистов, заполняются на моменте приема на работу такого сотрудника. То есть, соответственно, когда проходит прием, мы заполняем обычные документы, которые заполняются при приеме на работу. То есть, мы заполняем личную карточку и, соответственно, другие сведения. Вот у меня введен такой сотрудник, зовут его Иринео Грегор. И, соответственно, статус застрахованного лица, как вы видите, я могу выбрать иностранный специалист или член его семьи, постоянно проживающий на территории РФ. Это в том случае, если он получил статус, уже, допустим, получил вид на жительство. Еще один статус – временно проживающий на территории РФ. И, соответственно, как было раньше, иностранец, временно пребывающий на территории РФ. Значит, сейчас мы снова переключимся с вами на наших слайдиков на демо-программу. И на самом деле посмотрим, здесь нас интересует документ, которым оформлялся прием такого сотрудника. Вот у меня этот документ. Вот мы видим этого нашего сотрудника. И здесь я хочу обратить ваше внимание на такую тонкость. То есть, если, например, это члены государств, где, ну, например, в Бразилии или в других государствах имя состоит, имя и фамилия, то есть, например, члены других государств, когда несколько, так, имя состоит из нескольких слов. В этом случае мы составляем, пишем имя, пишем фамилию, а все остальные части у нас с вами заполняются в поле отчества. Значит, сейчас мы посмотрим карточку этого нашего сотрудника. То есть, мы заполняем, соответственно, личные данные с паспортом. Ну, то есть, те документы, которые он предоставил. И, значит, на закладочке страхования, вот здесь вот, мы заполняем статус. Статус мы выбираем, то есть, как я уже сказала, постоянно проживающий на территории РФ, временно проживающий на территории РФ. Ну, соответственно, вот выбираем то, что подходит по нашей ситуации. Ну, вот я поставлю временно. И, соответственно, у нас сохраняется история изменения. То есть, если он получил, например, вид на жительство, то здесь будут внесены изменения, и история этих изменений сохраняется. Ну, и, соответственно, заполняйте все данные, которые имеются о его документах. То есть, вот я заполнила эти данные. Сейчас мы их сохраним. Напомню, что у сотрудника, который имеет статус высококвалифицированного сотрудника, документы воинского учета вы не обязаны требовать. То есть, воинский учет, он не ставится на воинский учет. И еще одна тонкость, которая у нас с вами присутствует при работе с иностранными специалистами, это выплата заработной платы. То есть, поскольку человек является гражданином иностранного государства, то, соответственно, для него и выплата в российских рублях, то есть в валюте Российской Федерации, будет выплата в валюте иностранного государства. И, соответственно, выплата таким сотрудникам у нас оформляется через валютный контроль. То есть, выплачиваем мы в валюте государства, которое, например, является государством самого сотрудника, или в валюте Российской Федерации. В любом случае, на валютный контроль такой человек должен быть поставлен. Значит, снова переключаемся на наши слайдики. И еще раз смотрим на слайдик про статус отравленного ареста. И, соответственно, когда мы такого человека принимаем на работу, то, естественно, он у нас является плательщиком НДФЛ. И НДФЛ мы с него удерживаем и в обычном порядке отражаем в документах регламентированной отчетности. Ну вот, например, слайдик на 6 НДФЛ за первое полугодие 2024 года. То есть, в справке 2 НДФЛ мы прикладываем только к годовой отчетности, а в отчетности за полугодие у нас будет отражено, ну, во-первых, в разделе 2. То есть, мы будем видеть... Сейчас чуть-чуть побольше сделаем. Ай, не могу. Значит, соответственно, мы видим, что в разделе номер 2 у нас отражается, во-первых, количество высококвалифицированных работников. Ну, например, вот один человек у меня будет в этом случае отражен. И, соответственно, сумма, которая ему начислена, тоже здесь отражается в составе общих поступлений. И, собственно говоря, сумма подоходного налога, которая начислена с заработной платы этого высококвалифицированного сотрудника. Сейчас мы снова переключимся на нашу демо-базу. Вот так. И, соответственно, посмотрим уже, так сказать, вживую регламентированные отчеты. Это у нас программа себя хвалит. То есть, 1С – это не только блок отчетности, но и одноименный сервис. То есть, сервис 1С – отчетность позволяет нам напрямую размещать свои, соответственно, отчеты, переписку, там, любые другие документы на сайте налоговых органов. Если у вас подписка ИТС-ПРОФ, то вы можете одно юридическое лицо подключить бесплатно. Если у вас подписка ИТС-ТЕХНО, то вы можете подключиться платно, но платно – достаточно дружественная сумма. То есть, там порядка 4,800 за год. Если мы делим это помещенно, то получается совершенно дружественная сумма. А этот сервис нам очень помогает сэкономить время при обмене. Ну, в частности, про кадровые мероприятия отчитаться по ИФС-1, соответственно, мы должны предоставить сведения на следующий день после кадрового мероприятия. В этом случае мы можем использовать вот тот сервис 1С – отчетность, напрямую обмениваться соответственными документами и сэкономить себе время на, так сказать, на маневр. И вот мы с вами смотрим. Соответственно, если мы приходим в раздел 1С – отчетность, то через кнопочку «Создать» мы смотрим, собственно говоря, как отчетность нас интересует и выбираем данную отчетность. У меня уже оставлена отчетность, вот эту мы с вами сейчас посмотрим. Вот, и здесь, собственно говоря, заполнение титульного листа у нас не изменилось, ничего нового здесь нету. А вот в разделе 1 тоже у нас ничего не изменилось, то есть, соответственно, здесь КБК и сумма налога. А вот раздел 2 у нас изменился. И раздел 2 у нас выглядит теперь вот таким образом. Соответственно, сумма доходов, полученная физическими лицами, по 120-й строке у нас отражается в общем, и в том числе, как вы видите, высокогвалифицированными специалистами. Здесь отражается сумма, которая начислена, соответственно, высококвалифицированным специалистам, и налоговая база, то есть это у нас в строке повторяется, 120-я и 131-я, и сумма налога, исчисленная в том числе, высококвалифицированным специалистам. То есть, как вы видите, у нас в разделе номер 2 отражаются, собственно, все данные по высококвалифицированным специалистам. Так, сейчас мы с вами уходим отсюда. И снова возвращаемся к нашим слайдикам. Так, какие же у нас произошли изменения по отношению к высококвалифицированным специалистам? Ну, так же, как и, в общем-то, изменения, которые коснулись большинства зарплатных налогов и большинства, в общем, и договоров гражданско-правового характера и прочих, и работа с иностранными специалистами у нас тоже претерпела изменения. В прошлом году, с 10 июля, у нас изменилась ежегодная медицинская медкомиссия. То есть, медосмотр у нас члены семьи ВКС должны были проходить ежегодно, а теперь медосмотры они должны проходить так же, как и ВКС. То есть, при первичном устройстве высококвалифицированного сотрудника после въезда в Российскую Федерацию. И если, например, договор закончился и продлевается новый срок, то тогда они тоже должны пройти в момент комиссии. Сами высококвалифицированные специалисты получили такое освободение от ежегодного прохождения медосвидетельствования только в июле 2022 года. Для членов их семей этот закон стал действовать только год спустя. То есть, с 2023 года. А вот сами изменения, которые коснулись высококвалифицированных сотрудников, у нас достаточно серьезные. Обратите внимание, с 1 марта у нас изменились требования к заработной плате. То есть, для высококвалифицированных специалистов ВКС она у нас теперь составляет 750 тысяч в квартал. Вместо той суммы, которая была раньше. Это было 167 тысяч. 167 тысяч, значит, это было 2 миллиона в год. А сейчас это 250 тысяч в месяц или 3 миллиона в год. Но здесь возникла такая интересная коллизия. То есть, если вы начисляли им в первом квартале 167 тысяч, то есть, по требованиям, которые действовали на тот момент, вы ничего не нарушили, но в марте требования изменились. И уже требования 750 тысяч за квартал не выполняется, если платить по 167 тысяч. Поэтому в марте необходимо было сделать доплату и доплатить 416 тысяч, то есть до суммы 750 тысяч рублей. Также с января 2024 года высококвалифицированные специалисты могут оформлять бессрочный вид на жительство в России. Раньше они могли оформить такой вид только на период действия разрешения. Теперь они могут оформлять бессрочный вид на жительство. В случае, если работодатель нарушает свои обязанности перед высококвалифицированным специалистом, то есть, если он, например, нарушил требования по размеру заработной платы, то в этом случае он рискует попасть под штрафные санкции и получить запрет на привлечение к трудовой деятельности ВКС на 2 года. И также, соответственно, он попадает под штрафы. А штрафы, обратите внимание, от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Это новые штрафные санкции. Соответственно, нужно очень внимательно следить за тем, как вы оформляете документы для таких сотрудников и как они у вас, то есть, что указано в договоре, что не происходит нарушение, например, что вы доначислили за март месяц 416 тысяч. И, соответственно, кроме этого штрафа будет еще штраф на должностных лиц от 35 до 70 тысяч рублей. То есть, кроме штрафа на организацию 400 тысяч или миллион рублей, у вас будет еще штраф на административного должностного лица. То есть, согласитесь, суммы очень существенные. Бессрочный вид на жительство 7 января 2024 года доступен для таких сотрудников. Соответственно, это достаточно серьезная мотивировка. Для того, чтобы иностранный гражданин мог оформить такой вид на жительство, необходимо соблюсти некоторые требования. То есть, во-первых, бессрочный вид на жительство оформляется, если сотрудник работает в качестве высококвалифицированного сотрудника не менее двух лет. Во-вторых, проживание в России по виду на жительство, которое получено на основании разрешения на ВКС, не менее двух лет. И работодателям, соответственно, должны быть уплачены все налоги, которые предусмотрены для таких сотрудников за период их неработок. В принципе, требования не сложные. Они все предполагают выполнение, в общем-то, положений по оформлению таких сотрудников, и, в общем-то, выполняются обычно очень педантично. Еще немножечко с вами поговорим про теорию. То есть, если организация-работодатель заявляет на сотрудника предложения на въезд в Россию, то есть подает заявку на то, что этот сотрудник необходим для данной организации, то в предложении о въезде в Россию про него должна содержаться такая информация. То есть, во-первых, описание вакансий, и почему высококвалифицированный специалист именно на эту позицию претендует. Сведения об основных условиях труда. То есть, труда – это, во-первых, заработная плата, во-вторых, социальные гарантии, и, в общем-то, на какой срок планируется заключить такой договор. Сведения о самом приглашенном лице, то есть его паспортные данные, то есть данные документа, которые удостоверяет его личность. Данные о приглашающей стороне, то есть о работодателе, соответственно, наименование, все регистрационные данные, где располагается либо головное предприятие, либо филиалы. И дата въезда, и дата срока, на который приглашается такой специалист. И, собственно говоря, подписи лица, которая уполномочена заверить такой документ. Но обычно чаще всего это делает генеральный директор, который имеет право без доверенности осуществлять представление интересов. Но это может быть, как сейчас достаточно широкое распространение получили машиночитаемой доверенности. То есть это может быть и сотрудник, на которого оформлена такая доверенность. требования именно к самому документу, то есть предложение о въезде в Россию, в общем-то не изменились. И оформляются они по старым правилам. До 31 декабря 2023 года, то есть прошлого года, они соответствовали приказу номер 700. Но поскольку сейчас вышел новый приказ номер 860, это приказ МВД России, то, соответственно, они оформляются в соответствии с этим приказом, но практически и там, и там указаны одни и те же реквизиты, одни и те же правила. Но кроме, так сказать, приема, высококвалифицированный сотрудник еще может быть и уволен. То есть на момент увольнения с ним должен быть расторгнут либо трудовой, либо гражданской правовой договор. И в этом случае, если такой договор расторгнут, то в течение 30 рабочих дней такому сотруднику дается право на поиск другой работы. То есть он может уйти к другому работодателю или к другому заказчику. И, соответственно, в этом случае, если он нашел работу в течение 30 дней, он заключает новый договор и, соответственно, оформляется на новое место работы. Если же он не нашел работу, не устроился к новому работодателю, то у него еще есть 30 рабочих дней по окончании периода, который ему выделяется на поиски другого работодателя, по окончании 30-дневного срока, который ему отводится для поисков работы. 7 января 2024 года срок выезда изменился. То есть он сократился с 30 рабочих дней до 30 календарных. Соответственно, изменился разрешение на визу, на работу, и рабочая виза аннулируется через 30 рабочих и 30 календарных дней после увольнения. То есть это не просто такое отвлеченное требование, а за это время при увольнении высококонфицированного сотрудника иностранных гражданин и члены его семьи должны покинуть территорию Российской Федерации. И не просто покинуть, а иностранцу нужно въехать в страну гражданской принадлежности или в страну, где у него имеется право постоянного проживания. После увольнения работодатель должен отправить уведомление в МВД. Если должность высококвалифицированного специалиста отсутствует в списке неакватируемых профессий, то тогда компании придется оформлять квоту. Ну, соответственно, это уже идет уведомление в обязательном порядке МВД и, соответственно, о том, что этот гражданин не просто выехал, а выехал в страну гражданской подлежности. на самом деле достаточно в 1С достаточно комфортно это все решено. То есть кроме того, что мы создаем обычные документы приема и увольнения, сейчас мы снова с вами переключимся, то есть мы в разделе кадры напомним, мы с вами смотрим на базе конфигурации 1С и ERP абсолютно такой же функционал у нас есть и в конфигурации зуб зарплата и управления персоналом, поэтому значит документы приема и увольнения у нас с вами абсолютно стандартные, как мы уже смотрели вот он наш прием на работу, но я не увольняла этого сотрудника, поэтому просто после приема если бы я делала, то я делала бы через кнопочку создать обычный документ увольнения и соответственно увольнения этого сотрудника. Кроме этого у нас есть достаточно много отчетов по кадрам, где мы можем получить тоже разные сведения про наших сотрудников. Ну, то есть вот, например, раздел кадровых отчетов и, например, вот личные данные сотрудников. Ну, вот у меня организация деловой союз и сформирую по состоянию на сегодняшний день. вот вы видите у меня мой высококвалифицированный специалист, вот он, и про него все, соответственно, данные, которые были, то есть его дата рождения, ну, сведения про удостоверение личности и так далее. То есть то, что я запомнила, у меня вот как отражается. здесь еще я могу добавить определенные настройки. Вы видите, либо выбрать одного сотрудника, либо всех сотрудников, и можно развернуть, ну, то есть посмотреть более детальные записи. вот так вот смотрю. Ну, если бы у меня не были более детальные, то, соответственно, я могла бы их посмотреть. Мы сейчас это закрываем. Ну, и, собственно говоря, в личных карточках унифицированная форма Т2, я тоже могу посмотреть все сведения про именно этого сотрудника, то есть высококвалифицированного, и отражение его, как мы уже смотрели через журнал, через журнал документов, я могу посмотреть карточку этого сотрудника. Сейчас попадем. Карточка этого сотрудника. вот она, и, соответственно, карточку физического лица, поскольку у меня нет данных, я их придумывала, то есть программа ругается, что я не все придумала. И, собственно говоря, проснился, значит, если это иностранный сотрудник, то есть НИЛС, он может получить самостоятельно, ну, либо через работодателя, но при приеме на работу мы с него это не требуем. И, соответственно, я показывала уже страхование, то есть переход по гиперссылке страхования нам дает возможность посмотреть статус этого застрахованного лица. Собственно говоря, нас еще будет интересовать выплата зарплаты и выплата заработной платы. То есть здесь нам надо оформить, во-первых, в каком банке он будет обслуживаться, ну, соответственно, связаться с валютным контролем и определить, каким способом человеку будет выплачиваться заработная плата. Но поскольку это у нас иностранный сотрудник, то ему может быть выплачена зарплата только путем перевода на карточку или чаще всего в рамках зарплатного проекта. Снова переключимся на наши слайдики. И вот еще о чем поговорим. То есть у нас для того, чтобы, как мы уже говорили, для того, чтобы привлечь высококвалифицированного специалиста, необходимо иметь разрешение и такому специалисту и соответственно работодателю. Какие ограничения имеет работодатель? Значит, работодатель не может иметь действующий запрет на привлечение высококвалифицированных сотрудников. И точно так же он не может иметь неисполненных постановлений о административном взыскании. То есть если он нарушил какие-то нормы пребывания, то в этом случае он не может приглашать к себе высококвалифицированных иностранных специалистов. Собственно, не так уж много нарушений, но если нарушений нет, то высококвалифицированного специалиста могут привлечь достаточно большое количество компаний, то есть это коммерческие компании без ограничений, научные организации, соответственно, могут привлекать таких специалистов организации и вузы, но обратите внимание, кроме духовных образовательных организаций. Ну естественно, учреждения здравоохранения, то есть соответственно организации, которые имеют деятельность инновационную, экспериментальную, подготовки кадров, ну и так далее, то есть те, которые имеют госаккредитацию. Филиалы представительства иностранных компаний, которые аккредитованы на территории Российской Федерации. Но и физкультурно-оздоровительные организации, не относящиеся к коммерческим, но которые осуществляют деятельность на территории Российской Федерации. То есть, как видите, перечень организаций, которые могут привлекать высококвалифицированных специалистов, достаточно большой. перечень, кроме того, что достаточно большой перечень, есть также перечень тех запретов, которые касаются высококвалифицированных специалистов. То есть, запрещено привлекать к работе высококвалифицированных специалистов в религиозной сфере. То есть, обратите внимание, я делала акцент, что профессиональные организации вузы, кроме духовных, то есть, не могут привлекаться духовное образование и религиозная сфера. К обслуживанию покупателей в розничной торговле товарами народного потребления. На должности глав буха или иных лиц, которые занимаются введением бухучета. Но чаще всего это могут быть коммерческие директоры, коммерческие специалисты, то есть, те, кто отвечает за введение бухучета. И на определенные объекты связаны с обеспечением безопасности Российской Федерации. Ну, то есть, понятно, на режимные объекты. И обратите внимание, то есть, когда мы заполняем регламентированную отчетность, у нас с вами при заполнении годового НДФЛ, мы с вами смотрели НДФЛ за первый квартал, то есть, соответственно, для работников ВКС есть специальные статусы. То есть, если он у нас на конец года не резидент, то мы проставляем статус 3. Если он на конец года резидент Российской Федерации, то мы проставляем ему статус 7. А вот если высококлассный специалист получил вид на жительство, как мы с вами говорили, то есть, сейчас это облегченная процедура. То есть, если иностранец ВКС получил вид на жительство, то это не обозначает, что его уже не нужно включать в отчетности строки 115, 121 и 142. Это строки, которые мы с вами смотрели. Сейчас еще раз вернемся туда. соответственно, это строки, которые отражают количество ВКС, начисление базу начисления и начисление страховых взносов, начисление НДФЛ с заработка таких сотрудников. соответственно, эти строки заполняются так же, как и если бы он не получал вид на жительство. То есть, вид на жительство сам по себе не лишает статуса высококвалифицированного сотрудника. Этот статус сохранится за ним до истечения установленного срока. То есть, до того момента, когда у него либо не окончится трудовой договор, либо трудовой договор не будет прекращен по каким-то другим досрочным причинам. Сейчас мы с вами еще раз вернемся в нашу темобазу. И, собственно, поговорим вот о чем. То есть, в разделе регламентированной учет. У нас с вами есть, кроме того, что мы можем посмотреть все сведения о сотруднике в карточке такого сотрудника, мы с вами можем получить дополнительную информацию. То есть, у нас есть сведения, которые размещены в разделе регламентированной отчеты. здесь у нас с вами общий журнал отчетов, и мы их видим в общем журнале, но здесь у нас есть еще дополнительные пункты, и здесь есть пункт личные кабинеты. Вот на личных кабинетах мне хотелось немножко остановить ваше внимание, и обратите внимание вот на что. То есть, есть личные кабинеты в разделе 1С отчетность, есть единый налоговый счет, личный кабинет ЕНС, и есть еще личные кабинеты сотрудника, которые расположены в подразделах кадры. Вот он, и точно такое же меню есть в подразделе зарплата. Это на самом деле один и тот же. сервис. То есть, сервис кабинет сотрудника позволяет сотрудникам самостоятельно решить вопросы по нужным справкам. То есть, например, создать самому себе справку по НДФЛ, расчетные листки и так далее. А вот в разделе рекламентированный учет личный кабинеты. Это уже конкретно личный кабинет организации, то есть, юридического лица, который у вас есть. И вот у нас, видите, есть личный кабинет налогоплательщика юрлиц, налогоплательщика ИП. То есть, в налогоплательщике индивидуальном предпринимателе у нас есть сейчас действующий сервис личный кабинет по работе с едином налоговым счетом. И СВР, бывший кабинет, личный кабинет, который позволяет посмотреть проверки, то есть, результаты камеральных проверок, акты и так далее. И личный кабинет, который позволяет работать с обеспечением, то есть, это электронные листки нетрудоспособности, ну, соответственно, всякие пособия, то есть, полностью вот в этом блоке все, что касается личных сведений о сотрудниках. То есть, мне хотелось именно на это обратить ваше внимание, потому что электронные листки нетрудоспособности, как вы знаете, с прошлого года у нас все больничные листки только в электронном виде, и, соответственно, вот этот сервис позволяет отследить этот больничный лист, его прохождение. К сожалению, несмотря на то, что это все приведено уже в электронный формат, с листками трудоспособности, нужно быть очень аккуратным, потому что часто приходит уведомление, что какие-то сведения поданы с ошибкой, и не начисляется пособие, которое должен выплатить новый объединенный фонд. И, соответственно, хочу обратить ваше внимание на статистику. то есть в этом году статистика прислала достаточно много новых отчетов, и вам нужно проверить по вашему ИНН, не попали ли вы под какую-нибудь выборку, то есть какие отчеты вы должны составлять, и в какие сроки, потому что статистика имеет основания сейчас для применения штрафных санкций, и с прошлого года они начали их применять. То есть если, например, нарушен срок сдачи отчетности, то на первый случай штрафы могут составить до 70 тысяч рублей, а при повторном правонарушении эти штрафы уже будут до 150 тысяч рублей. То есть, конечно, потратить 10 минут на то, чтобы проверить, под какие выборки попало ваше предприятие, гораздо проще, чем потом платить достаточно серьезные деньги в виде штрафа. И еще один момент, значит, у нас с вами рекламентированная отчетность, то есть, я еще раз напомню, это раздел 1С отчетность, но есть еще и сервис 1С отчетность, который позволяет вам подключиться к системе напрямую, к сайту налоговых органов напрямую. И блок отчеты, есть достаточно много отчетов, которые, ну, собственно говоря, очень комфортны, особенно, когда вы готовите регламентированную отчетность. Ну, в первую очередь, это анализ по налогу на прибыль, он может быть полезен для тех организаций, которые на общем режиме налогообложения и, соответственно, применяют в этом случае декларацию по налогу на прибыль, в этом случае им вот такой отчет очень полезен. Исполнение контрактов ГОС, то есть, это помогает контролировать именно целевое расходование средств, ну, и, соответственно, правильность отчетов по военной приемке, например. И сверка данных оперативного и бухгалтерского учета. Это очень важно при, как бы, если вы используете не совсем правильные методы, то есть, например, используете операции, введенные вручную, то в этом случае сверка необходима, потому что некоторые операции не отражаются в налоговом учете и, соответственно, может быть искажена отчетность. Ну, и, собственно говоря, книги доходов и расходов по упрощенке, которые тоже изменились, с нового года, обратите тоже внимание на этот сервис. Собственно говоря, это сервис, который формирует книгу доходов и расходов как отчет, то есть, по факту введенных вами документов, но несмотря на то, что эта книга сейчас не требует регистрации в налоговых органах, и органах, естественно, она должна быть распечатана и к ней предъявляются определенные требования. Снова переключаемся с вами на наши слайдики и я хочу вернуться на наш как бы титульный, на титульный лист и еще раз обратить ваше внимание на наши контактные данные, наши электронные адреса, телефоны и телеграмм контакты и на адрес нашего сайта. Компания Кодерлен выполняет все работы, которые связаны с семейством программы ДНС и внедрение, и продажу, и доработку, и настройку. Так что мы будем рады оказаться вам полезными, будем рады выполнить для вас любую работу и ждем ваших обращений. Спасибо. Мы благодарим вас за уделенное время, за внимание к нашим вебинарам и разрешите пожелать вам всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok